Пост является первой заповедью Бога-человеку. В раю первое поколение людей, Адам и Ева, им была дана заповедь «Не вкушайте плодов из древа познания добра и зла». Церковь, богословие православное, интерпретирует эти слова не иначе, как заповедь о посте. Пост – это небессмысленное упражнение в каком-то там голодании и не какая-то диета. Пост является таким инструментом воздействия на свое тело. Рождественский пост начинается с 28 ноября и длится до 6 января, предваряя праздник Рождества Христова. Значение рождественского поста заключается в благодарственной жертве за собранные плоды и приготовление к единению с родившимся Спасителем. Рождественский пост менее строгий, чем великий. Он запрещает употребление мяса, яиц, молока и сыра. Причиной такого запрета, по словам священнослужителей, является то, что животная пища возбуждает в человеке похоть и склонность к лени. Допускается вкушение рыбы, растительного масла и небольшого количества вина в те дни, когда в церкви идет служба полиелейная или всеночное бдение. Грибы, орехи, ягоды, крупы – все это разрешено употреблять в дни поста. А значит, светский праздник Новый год для постящихся не является скучным и однообразным, как многие склонны заблуждаться. В пост разрешены и сладости. Конечно, о шоколаде и мороженом лучше не мечтать, зато пирожки на постном тесте, мед или фруктовые салаты – на здоровье. Послабления в соблюдении поста разрешаются беременным женщинам, детям и больным людям. Человек подходит к священнику, рассказывает о своих болячках и они совместно решают, какую меру послабления этот человек получит в этом поста. Воздержание в пище необходимо придерживаться вплоть до первой звезды в день сочельника.